Тема второй лекции «Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана первой половины XVIII века. По курсу «Новая история Казахстана». План лекции. Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? Первый вопрос «Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана первой половины XVIII века». И второй вопрос. Казахско-джунгарские отношения, освободительная борьба казахского народа с джунгарскими завоевателями. Цель данной лекции. Раскрыть социально-экономическое, внутриполитическое положение Казахстана в первой половине XVIII века. Рассмотреть этапы освободительной борьбы казахского народа против джунгарского нашествия. Рассмотрим первый вопрос. Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в первой половине XVIII века. В начале XVIII века у казахов в степных районах сохранялась исторически сложившаяся отрасль хозяйства. Это кочевое и полукочевое скотоводство. Основными видами скота были овцы, лошади, верблюды. Крупный рогатый скот разводился в небольшом количестве, главным образом, в местах оседлости. Закрепились ранее сложившиеся маршруты и годичные циклы кочевания со сменой сезонных паздничков. Кутел, Джайлял, Кустел, Стал. Скотоводство зависело от природных условий. Заготовка кормов не производилась. Зимой скот находился на подножном корму. И поэтому в суровые зимы нередко происходил массовый падеж скота. Кочевники-скотоводы разорялись и многие переходили к оседлости. Хотя и медленно сами формы ведения кочевого скотоводства и его продуктивность улучшались. Сохранялись, постоянно совершенствовались навыки ведения животноводческого хозяйства. Казахи знали оседлое и полуоседлое земледелие и городскую культуру. Постоянная связь кочевого хозяйства степных районов и районов оседлое земледелие и городского хозяйства была неотъемлемой чертой экономической жизни казахского общества. Кочевниками в местах зимовок создавались очаги земледелия. Оседлое и полуоседлое поселение. Экономическая система казахского ханства базируется на двух взаимодополняющих хозяйственных укладах. Это кочевое скотоводство, оседлое земледельское и городское. В городах имелись ремесленные кварталы. Развивались различные ремесли. Керамическое, кузничное, деревообделочное, стеклодубное, ткацкое, кожевенное, ювелирное, строительное. В городах была развита и фортификационная система. Строились жилые постройки, культовые и общественные здания, мечети, медресе, мазары, бани, рынки, караван-сараи и другие. Общественные отношения у казаха в XVIII веке большинство исследователей считают патриархально-феодальными. В степных районах господствовала общинная форма землепользования. Скот находился в частной и семейной собственности и был главным мерилом богатства кочевников и их имущественного положения. Верховным распорядителем земель был хан. В южных районах Казахстана сложились устойчивые формы феодального условного землевладения и семейной собственности. Источники называют такие формы землевладения, как сойргал, ифта, мильк, вагв. В основе деления казахского общества на сословии лежало не только имущественное положение, но и социальное происхождение. К высшему аристократическому сословию принадлежали чингизиды, это ханы, султаны. Их народ называл Ахсюек, белая кость. Все остальное население ханства относилось к низшему сословию Харасюек, то есть черная кость. Внук знаменитого казахского хана Есима, сын и преемник хана Джангира Талке, около 35 лет находился во главе казахского общества, а эпоха его правления навсегда запечатлялась в исторической памяти как золотой век истории казахского народа. По мнению историка Алексея Левшина, В сей золотой век есть царство незнаменитого хана Есима Талке, который, если верить преданиям, был действительно в своем роде гений, и в летописи казачьих должен стоять наряду с соломонами или кургами. Усмирив волновавшиеся долг города и поколения, он не только ввел в них устройство порядок, но и дал им многие законы. Время это, в 70-е годы 17 века, это было сложное время в истории казахского ханства. Талке приходилось вести войну на два фронта, за Присардаринские города, на юго-востоке с джунгарами. Чтобы внутренне укрепить ханство, были приняты знаменитые законоположения Ржетежарова закона и Талке хана, которые закрепляли нормы административного, уголовного, гражданского права, положения налогов, педливезных воззрений, то есть практически охватывали все стороны жизни. После смерти хана Талке усилили действие центробежной силой, а его наследник Султан Каим не обладал такими качествами, как его отец, необходимый для государственных деятелей, и не смог сохранить единственный труд жуза. У каждого жуза появились свои ханы. В старшем жузе Булат хан, в среднем – Симике хан, в младшем жузе – Абулхайр хан, а в Ташкенте ханом стал Жулгарс. Так начался процесс распада казахского ханства. Еще более тяжелым было внешнеполитическое положение казахского ханства. С запада на казахов совершали набеги волжские, калмыки, севераши и сибирские казаки. Между ними действовали башкиры, а с юга существовала постоянная угроза от среднеазиатских государств. И в первой половине XVIII века нависла угроза и со стороны жунгарского ханства. Основная цель жунгарского нападения, или агрессии, как мы говорим, нашествия, заключалось в подчинении казахских степей своей власти в захвате кочевий и пастущих. Об этой сложной исторической обстановке Чухан Валиханов пишет. Джунгары, волжские, калмыки, яицкие казаки, башкиры с разных сторон громили улусы казахов, отгоняли скот и уводили в плен целыми семействами. Летом 1710 года с целью создания единого ополчения против джунгар в районе Каракумов состоялся первый курултай трех казанских джузов. По решению курултая единое ополчение казахов против джунгар возглавил Бугимба и Батыр. Результатом этого объединения был разгром джунгар в 1711 году и их отступление на восток. После смерти Талкия хана внутреннее положение казахского ханства становилось напряженным и джунгарские войска использовали это. И в 1711-1717 году они захватили часть джетсу. И вот эти годы 1723-1727 годов вошли в историю казахского народа как годы великого бедствия. И в этот период особенно пострадала территория джетсу. Но основной причиной трагедии являлось отсутствие в казахском обществе трех казахских жузов. В районе горы Орда-Вассе и в последующих сражениях казахское войско было организовано и рассредоточено по принципу принадлежности к жузам. Первая крупная победа казахского народа в борьбе с джунгарами была одержана у реки Буланты в 1726 году. Казахские отряды, заманив врага глубоко в степь, резко изменили ход боя. Развернувшись, они перешли в контратаку и нанесли ряд сокрушительных ударов. В декабре 1729 года на юго-востоке от озера Балхаш произошло ключевое сражение казахско-джунгарской войны, которое определило дальнейшую судьбу Казахстана. На кону находились большие территории казахских земель. Это район Сыр-Дайи, Арысь, Алатау, Сарсу, Талас, Чу и Северная Прибалхашия. Военные действия враждующих сторон были растянуты на 200 километров и длились в течение 40 дней, представляя собой схватки отдельных отрядов, бесчисленное количество поединков и перехваты одних и тех же стратегических мест. В ходе сражения джунгары были вытеснены в горам Ан-Ракай, где и состоялся в 1730 году самое крупное сражение между казахским ополчением и джунгарами, и которое закончилось разгромом джунгарских войск. Несмотря на громкую победу, возобновившиеся с новой силой внутренний распий казахских феодалов ослабили народное ополчение. У Ирадской армии удалось совершить еще ряд набегов с 1739 по 1741 год, пока не началась борьба за трон и власть самой джунгарии. И в 1758 году вследствие вторжения цинской армии, некогда могущественная империя джунгар, лежала в развалинах. После Ан-Ракайской битвы произошел раскол между казахскими султанами. В истории не говорится об истинных причинах несогласованности поведения султанов, участников Ан-Ракайского сражения, но известно, что вскоре после сражения султан Абул Мамбет откочевал к резиденции казахских ханов Туркестана, а Абул Хаир спешно отступил к русским границам. Есть основания полагать, что основной причиной раскола между казахскими ханами явилась борьба за верховную власть. На место умершего старшего хана всех жузов Булата, сына Талке, претендовали от среднего жуза хан Семике, от младшего Абул Хаир. Но выбор большинства пал на султана Абул Мамбета, сына Булат хана. Семике и Абул Хаир сочли себя обойденными и покинули поле сражения, тем самым нанеся непоправимый удар общему делу в освобождении казахских земель от джунгарских захватчиков. Нашествие джунгария ослабило хозяйственно-политические связи между казахскими жузами, в особенности младшего и среднего со старшими. Такое положение не могло не оказать влияния на усиление феодальной раздробленности и расшатывание начала централизации государственной власти, которые были заложены во время правления хана Талке. Его сын, нерешительно безвольный сын его, Булат, избранный ханом в 1718-1730 годы, не мог предотвратить усиление центробежной тенденции, что тоже было одной из причин обострения межфеодальной борьбы. Таким образом, в начале XVIII века у казахов исторически сложилась отрасль хозяйства – это кочевое и полукочевое скотоводство. Закрепились различные годичные циклы кочевания, когда сменялись сезонные пастбища. Именно кочевое скотоводство и кормило казахскую семью. Казахи знали оседлый и полуоседлый земледелий и городскую культуру. Как мы говорили, экономическая система казахского ханства базировалась на двух укладах. Это кочевое скотоводство и оседлоземледельское городское. Далее строились города, в основном в Южном Казахстане. Эти города имели различные постройки, были развиты ремерсла. И в Казахстане сложилась устойчивая форма феодального условного землевладения. Если говорить о внутриполитическом положении, то после смерти Таукьяхана усилились центробежные силы. Его наследник Каип не смог удержать единство. И начался распад казахских ханов. В каждом жузе появился свой хан. И внешнеполитическое положение казахского ханства было очень тяжелым. И особенно оно стало тяжелым, когда нависла угроза дюнгарского нашествия. Это было в первой четверти XVIII века. И в эти же годы состоится Крултай трех казахских жузов. И создается народное ополчение, объединенное силой трех казахских жузов, во главе которых становятся Бугимба и Батыр. Затем особую роль в освобождении казахов, в освободительной борьбе казахов против дюнгар сыграет хан Абулхаир. И мы говорили о самых крупных сражениях в борьбе против дюнгар. Это сражение 1726 года у реки Буланты и финальное сражение 1730 года у горы Анрахаев. В конце лекции мы вам предлагаем вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Проанализируйте социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в первой половине XVIII века. Второй вопрос. Как складывались казахско-джунгарские отношения в этот период? И третий вопрос. Определите основные этапы освободительной борьбы казахского народа против дюнгарских завоевателей. Продолжение следует...